В порядке, Михаил Климарев, оперативно выходит в наш эфир, приветствую. Да, добрый день, я уже запутался который час, извините. Ну вот сегодня как раз у многих подобная проблема возникла, особенно если люди находились в аэропортах и готовились к перелетам. В двух словах, для, скажем так, людей, не связанных с IT-сферой, что произошло и почему легли сервера в аэропортах, отключили светофоры, ну и вообще многие это ощутили. Ну есть операционная система Windows, которая получает регулярные обновления. Вот, и есть отдельная система, которая называется CrowdStrike, это антивирус, который тоже постоянно получает обновления. И вот сегодня утром вышло обновление у Windows и вышло обновление у CrowdStrike одновременно. И получилось так, что они не были тестированы вместе. Вот, и получился конфликт. И в итоге все системы, у которых был установлен Windows, и у которых использовался вот этот антивирус CrowdStrike, они упали. Ну то есть, причем упали довольно жестко, поскольку антивирус, он интегрирован довольно серьезно в ядро операционной системы, ну то есть он там внутрь буквально корнями туда врос. Вот, и не помогает, например, ну там обычные, как обычно поступают, операционная система Windows, обычная перезагрузка тоже не помогает. То есть вот эти вот обновления, они просто конфликнули настолько, что, ну просто вот эти все компьютеры, которые использовали это ПО, они перестали работать. И, как выяснилось, CrowdStrike использовался больше, множеством на самом деле корпораций, именно вот в таком корпоративном секторе, и как раз в сфере, как раз в сфере, где критические приложения используются. Ну вот те же аэропорты, авиакомпании. Вот я точно знаю, что в Польше упал Vizier. Вот. Упала служба, например, 911 в США, тоже она использовала вот эту связку. Ну и там многие банки, компания Vizier пострадала. Довольно много кто пострадал именно вот от этого конфликта. А почему не было предусмотрено, скажем, таких ситуаций, учитывая, что это глобальные корпорации с большим опытом, как случилось, что, имея по несколько систем предохранительных, как мы понимаем, они все-таки обрушили такое количество вообще сервисов? Ну, иногда вот такое случается. Вот. Ну, еще раз, просто, ну, две компании выпустили одновременно, выпустили обновление. Ну, то есть, Краудстрайк не знал, что Microsoft собирается выполнить какое-то обновление, а, соответственно, Microsoft не знал про ничего правого Краудстрайка. Вот. И это, ну, как бы случается. Две большие разные корпорации. Вот. Такое бывает довольно редко, на самом деле. Просто, ну, что называется, стечение обстоятельств. И вот эти все системы как раз тестирования, они подвели в данном случае. Ну, обычно, когда, допустим, антивирус выпускает какое-то там обновление для своего продукта, они оттестируют это все. Там соответствующие процессы есть, тестирование. Это довольно сложная вся вещь. Вот. А в данном случае вот именно вот стечение обстоятельств. То есть они протестировали, видимо, на раннем, на более раннем обновлениях, на более ранних обновлениях, а вот новое обновление конфликтует. А насколько легко устранить последствия? То есть уже заявили, что смягчают удары, стараются это все поставить на свои места. Насколько это сложная история? Вот в случае такого обрушения, как быстро вообще могут наладить работу? Ну, там должны работать системные администраторы. То, что я вижу в чатиках, там уже придумали решение. Оно такое довольно тривиальное. Там надо просто загрузить его в безопасном, так называемом, режиме Windows и удалить вот этот файл обновления, там конкретный файл у CrowdStrike. Вот. Но это же много компьютеров, да, и поскольку к ним нельзя удаленно подключиться, это надо человеку физически прийти, специалисту, который это сможет сделать. Вот. И поэтому это вот, наверное, займет какое-то время. Но я смотрю то, что вот компании, которые там, по крайней мере, Flowdown Detector, вот такой сервис, я специально отслеживаю, доступность различных IT-сервисов. Вот я вижу, что на самом деле там та же Visa, они уже начинают вроде работать, Visa Air и так далее. То есть у них процесс как-то там идет. Вот. Ну... Ну, перекинем мостик от этой темы к теме, которая волнует в том числе очень значительную часть нашей аудитории, это связано с возможностью блокировки YouTube. Говорят, что неучебная тревога, что Россия, российские власти, Роскомнадзор все-таки решили серьезно это взяться. Какие возможны варианты, и насколько легко будет обойти эту блокировку, или вообще невозможно? Вот какие прогнозы в этом смысле? Смотрите, здесь тоже есть две составляющих у этого всего. После 22 февраля 22 года, 24 февраля 22 года, большинство корпораций, западных корпораций из России ушли. С компанией Google получилось еще хуже. У них была организация внутри России, она называлась ООО Google Rus, прямо русскими буквами. Вот. И эта компания была буквально ограблена. На нее были выписаны какие-то там совершенно за виральные штрафы. Вот. И сейчас эта компания, там примерно 60, по-моему, миллиардов рублей в них штрафов было, и эти деньги были просто сняты со счетов. Сейчас эта компания находится в состоянии банкротства, и, естественно, они не обслуживают ту инфраструктуру, которая была построена раньше в России. В России. А это, ну там, это тысячи серверов. У каждого оператора связи, там более-менее крупного, Google устанавливал вот эти специальные сервера, они называются Global Google Cache. Вот. И эти сервера работали, обеспечивая качество связи с, ну, в частности, не только, но в частности и с YouTube. Соответственно, вот уже два с половиной года эти сервера никак не обновляются. Ну, в том смысле, что железно, да? То есть там никто не привозит новые сервера. А сервера — это такая штука, она, ну, не вечная абсолютно. Там есть движущие части, например, вентиляторы, есть диски, которые там тоже постоянно что-то крутятся и так далее. Ну, и просто тупо выходят из строя. То есть это проблема первая. Просто из-за того, что сейчас санкции, из-за того, что в Россию сейчас невозможно ничего поставлять. А, ну, кстати, да, новые сервера, они не могут поставлять, потому что куда? О, Google Рус банкротится. Куда их отправлять? Кому? Вот. Плюсом ко всему еще и санкции, конечно. Такого класса оборудования в Россию сейчас отправлять запрещено. Поставлять запрещено. Ну, и, соответственно, вот эта вся история, она как бы накладывает отпечаток, оборудование выходит из строя, все становится как бы, ну, работать все хуже и хуже. Ну, и ко всему, возможно, опять же, да, там нет каких-то четких конкретных доказательств. Сейчас это как бы пропала, вот эта вот острота вот этой ситуации, когда действительно Роскомнадзор пытался замедлить доступ к конкретному домену Google Video. Ну, то есть там, где как раз вот это видео хранятся. Вот. А это коснулось не всех пользователей. По нашим подсчетам примерно 25% пользователей это коснулось. Вот. Ну, сейчас, повторюсь, это все вроде вернулось, вроде они перестали это замедлять. Вот. Ну, о том, что они могут заблокировать YouTube, мы об этом говорим все вот эти два с половиной года, и даже больше. Ну, как бы технически они могут, конечно, не только замедлить, но и заблокировать YouTube. Политически и там по другим причинам они YouTube заблокировать не могут. Поэтому я не знаю на самом деле, как эта ситуация выйдет. Ну, да, это, в общем-то, все это выглядит довольно страшно. Как россиянам пользоваться YouTube в случае, если его заблокируют? Ну, ответ простой. Это VPN. Ну, вот, например, наш проект VPN-генератор. Просто VPN-ген наберите в Телеграме. Там есть канал, там есть объяснение, как это работает. Вот, подключайтесь, сделайте себе и своим знакомым подключение к VPN. Я думаю, что пока, по крайней мере, вот на этом этапе это поможет смотреть вам YouTube. Вот, к слову говоря, если вы смотрите из России, смотрите YouTube через VPN, тем самым вы помогаете создателям контента. Дело в том, что для российских пользователей а YouTube не монетизирует контент. Ну, то есть он не показывает в России, опять же, под причинами, о которых я рассказал раньше, это просто грабеж компании. Он не может никуда принимать деньги, поэтому он не может продавать рекламу. И поскольку нет рекламы, для российских пользователей она не показывается, вы таким образом создатели контента не получают доход от YouTube. Ну, вот эту монетизацию от YouTube. Если вы смотрите YouTube через VPN, соответственно, вы тем самым помогаете создателю, поскольку YouTube считает, что вы находитесь не в России, он монетизирует, будет вам показывать рекламу, и тем самым перечислять деньги, в том числе и создателям контента, например, Игря на уровне. Ну, вот здесь подсказывают мне, что Google написал письмо о том, что он отказывается от этих серверов, и работать будет напрямую, что эти серверы уже вчерашний день, а следующий этап – это уже без них. И вот как раз пишут, что вы об этом рассказывали в точке у Плющева. А что там с серверами? Я очень хорошо понял, кто от кого от чего отказывается. Нет, на самом деле, вот эта инфраструктура, которую Google построил, никто от нее, конечно, не отказывается. Там просто сейчас более свежее, что называется, решение телекоммуникационное, но они для России просто не подходят. Это так называемые прямые стыки, когда операторы связи напрямую соединяются с сетью, опять же, Гугла, и Google уже как бы выдает им контент, что называется, прямо от себя. И сам строит вот эту всю сеть CDN. Но в России-то нету этих серверов, нету CDN-ов, есть возможность, конечно, пока еще есть возможность у операторов создать прямые стыки, но эти прямые стыки, они же находятся в Москве и Петербурге. А там условному пользователю из Ростова или из Сибири, не знаю, из Владивостока, тем более, это поможет никак. Потому что все равно вот этот контент придется тащить через всю Россию. И в России эти Google кэш, сервера Global Google кэш, они как бы актуальны, как нигде больше. Но в завершение я хотел спросить, есть ли прогнозы, какая аудитория уйдет, скажем так, от независимых каналов, YouTube-каналов. То есть мы понимаем, что наша аудитория мотивирована, и они не останутся с Соловьем и будут искать возможности все-таки смотреть наш канал и другие каналы похожего типа. Но тем не менее, все равно, когда происходит блокировка, часть аудитории уходит, потому что нужно какие-то усилия предпринимать, не все к этому готовы, времени нет разбираться или не так далее. Какой отток планируется вообще в целом? Вот все так, действительно отток какой-то будет. Там же еще серьезнее, на самом деле, у YouTube, потому что многие смотрят это на каких-то устройствах, там, телевизорах, я не знаю, еще на чем-то, там, на специальных планшетах и так далее. Там просто очень трудно, например, поставить VPN. Ну, просто потому что оно как бы по-другому немножечко работает. Вот, поэтому там отток, безусловно, какой-то будет. Какой, я не знаю, трудно предсказать, потому что никогда такого не было, ну, вот в истории пока не случалось. Могу сказать на опыте Инстаграма, там после блокировки Инстаграма, там трафик упал сначала ровно наполовину. Вот, сейчас он там продолжает снижаться, там все время снижался. Вот, сейчас составляет, там, примерно 10% от бывшего трафика, то есть снизился в 10 раз. То есть 90% потери аудитории. На 90% потери трафика была. Вот, но Инстаграм немножко другая история, это все-таки больше развлекательная вещь. Вот, Ютуб более полезный. Но, опять же, проблема в том, что понятно, что VPN просто не смогут обеспечивать качество такое, какое обеспечивают, ну, как бы нативные CDN-ы. Вот, и все равно это будет потеря качества, потеря удобства и так далее. Но пользователи более мотивированные, потому что они получают, ну, не только развлекательный контент. Здесь, в общем-то, довольно много всякого полезного контента, всякие учебные видео, еще что-то такое. Мне кажется, пользоваться будут продолжать в любом случае. Вот, но блокировка Ютуба очень сильно отразится на качестве интернета вообще в России. Потому что вот эти все каналы, которые экономились на CDN, да, вот на Google Global Cash, этот трафик теперь будет идти напрямую в Google через VPN-ы. И магистральные каналы передачи данных будут просто забиты в полочку. Опять же, Роскомнадзор будет воевать с VPN-ами, будет продолжать вот эту войну. Она идет, она не останавливалась никуда. И это все приведет, на самом деле, к очень печальным последствиям. То есть скоро интернет в России станет совсем другого качества? То есть все соединения? Можно к этому? Ну, я надеюсь, что нет. Вот так тоже говорить о том, что они все-таки рискнут и возьмут, и заблокируют, замедлят, и еще что-то сделают. Могут, ну, технически могут. Смогут, сделают ли это политически, вот это как бы вопрос. Но да, если такое решение будет принято, качество интернета будет, ну, просто упадет в разы. А вот все эти системы, завязанные на Гугле, Андроид и так далее, то есть они тоже полетят? Ну, понимаете, можно, в принципе, можно заблокировать только видео, да? Ну, вот, то есть сделать невозможным использование Ютуба, это тоже можно. Но нужно еще же как бы брать в расчет еще ответ, собственно, самого Гугла, да? Как он поведет себя в этой ситуации? Пока мы не очень понимаем, потому что от них не было никакой публичной реакции, какие-то, возможно, переговоры они ведут. Вот, но чем это закончится, я просто не берусь предсказывать, потому что, что бы я ни сказал, произойдет что-то другое. Вот. Могу только развести руками. Здесь еще один вопрос, который, опять же, он очень такой, именно для производителей контента. В случае, если, допустим, будет заблокирован Ютуб в России, те, кто... Понятно, что мы не зарабатываем с российского трафика ничего, да? Нам не приходят ни копейки, если люди, конечно, не пользуются VPN-ом. Но если, допустим, блокируют российский Ютуб, сегмент российского Ютуба, то алгоритмы как-то по-другому будут работать? То есть мы теряем часть аудитории, которая все-таки способствует тому, что алгоритмы Ютуба активнее нас рекомендуют, в том числе за пределами России? Или это не совсем связанная вещь? Ну, они как бы... Очевидно совершенно, что это как-то отразится на эти алгоритмы, как-то. Вот как, очень трудно тоже, опять же, сказать. Я, правда, не знаю, это же тайна великая, как эти алгоритмы работают. Там какое-то видео залетает, какое-то не залетает, как все говорят, все креаторы. Вот, очень сложно это все как бы предсказать. Но очевидно, что как-то повлияет. Не знаю как. Тут еще вопрос. Эрик спрашивает, как понять, какой VPN сливает личные данные, а какой нет? Кому можно доверять? Ну, я могу сказать точно, что российским операторам связи нельзя доверять вообще никак. Вот. А VPN знает меньше о вас, чем российский оператор связи. Он, по крайней мере, может не знать ваше имя, отчество, не знает, где он живет. Но вы ему оплатили условно, даже если карточкой оплатили этому оператору, он будет знать, что вот с этой карточки ушло что-то. Но конкретно где вы там находитесь, что вы там делаете, он не знает. Что касается там вообще трафика, который проходит через VPN, он же в 99% шифрованный. Поэтому VPN не может залезть там внутрь, да, он там ничего не может сделать, чтобы посмотреть, что у вас там как бы происходит. Это все обеспечивает уже на стороне тех самых ресурсов, которые вы посещаете. Но таким образом, используя VPN, вы скроете историю с посещений, на какие сайты выходили, от оператора связи российского, а значит и от вот этих всех органов, которые имеют доступ к этим данным. Там, напомню же, есть пакет яровой, который должен хранить весь трафик, еще что-то такое. Вот, поэтому использовать VPN менее опасно, чем пользоваться интернетом в России, в принципе. Ну так, если отговорить. Ну что ж, спасибо большое за то, что нашли время и вышли так оперативно в наш эфир. Михаил Климарев был с нами на прямой связи сегодня. Спасибо и будем на связи. Всего доброго. Всего доброго. Пока. Мы продолжаем.